Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шалом! Со Святой Земли из города Иерусалима. Святой город Иерусалим. Приехал я сюда, буквально на 2-3 дня. Завтра опять улетаю. Всем шалом! И мы продолжаем изучать Тору. Прямо реально, в уникальном. Я каждый раз, каждый день, я прямо удивляюсь, в какое мы уникальное время живем. Насколько это просто, фантастическое, вообще, невероятное время. 2000 лет изгнания, бах, уже Иерусалим, опять еврейский, опять есть Израиль. 70 лет всего. За последние 70 лет государству Израиль. И интересно, как совпадение, что 70 лет назад Любавич Стиребы стал Любавич Стимребы. Вот какое совпадение, да? Всем шалом из Питера, вот нам передают. Евгения Абрамова, Олег Ярошенко. Да. И что можно сейчас? Написано, что когда перед приходом Ашеха все источники выйдут наружу. Все источники знания. И сейчас с помощью интернета, с помощью интернета, с помощью, вообще, появился свободный доступ ко всем знаниям в мире. и распространение знаний идет вообще вот так вот, да? То есть, вот я сейчас открыл книгу Мишли, да, притча царя Соломона. Открыл телефон, фейсбук. Очень круто, очень круто. Сегодня, кстати, видел новость, что Марк Цутерберг, он говорит, чем я старше становлюсь, тем я становлюсь более религиозен. То есть, он говорит, я еврей, и чем я старше становлюсь. Раньше он был вообще не религиозный. Прям сегодня утром я прочел. Чем старше, тем религиознее. Понятное дело, когда человек приближается к смерти, а с каждым днем каждый человек приближается к смерти, каждый день ближе к смерти, меньше значения, как бы, особенно, когда Марк Цутерберг, который входит в пятерку самых богатых людей мира, и по влиянию, и по власти, и по деньгам, то есть, у него 100 миллиардов, почти долларов, 80 с чем-то миллиардов долларов, и 2,5 миллиарда людей, на которых он влияет через Фейсбук. Но о чем ему еще думать? Вот он утром проснулся и думает, и дальше-то что? Что дальше-то? И дальше, естественно, он задумывается, ну а кто это все создал? Вот когда человек перестает бежать за своими желаниями, он, оп, и думает, ну как, как все это сложно работает, как это все синхронно работает, такие прям чудеса божественные. Хорошо, а царь Соломон нам объясняет, как это работает. Открываем 8 главу. 8 глава, и мы дошли уже до 13-го отрывка. 13-й отрывок, он звучит так. Значит, все готовы? 13-й отрывок, он звучит. Значит, Ират, Ашем, Снот, Ра, Га, Вегаон, Ведерах, Ра, Упита, Апухот, Санеси. Переводится так, что страх перед Богом, Ира это, Ират, Ашем это страх перед Богом, и что это значит, страх перед Богом, ненавидеть зло, гордость, гордость и высокомерие. Ненавидеть зло, гордость и высокомерие. Ведерах, Ра, и путь зла, Упита, Апухот, Ирот, который переворачивает истину, Санеси, я ненавидел это, говорит нам царь Соломон. Что он имеет в виду? Давайте разберемся, что он имеет в виду, как это работает. Значит, вот есть человек, возьмем простого человека, простого человека вообще, который вот Маугли такой, да, вот, которого воспитывали в простой советской школе, потом ему сказали, что все, чему тебя воспитывали, это неправда, коммунизм запрещен, и остается такой человек, который не вообще, ну вот без идеологии, да, вот он просто, его воспитывали коммунистом, а потом ему сказали, что коммунизм это неправда, и он поверил. Те же самые люди, которые воспитывали быть коммунистом. И он такой, оп, и остается в пустоте. Без идеологии он такой, ну что я о жизни знаю. Ну борщ я люблю, водку там люблю, пиво люблю, футбол смотреть люблю. Все. А зачем? Он остается без идеологии. Теперь у него, что им управляет по жизни? Им управляет по жизни только его желание. Вот он хочет что-то, вот он увидел по телевизору что-то. Вот он захотел, или в магазин зашел, захотел. И второе, ему на работе сказали, там его начальники сказали, значит ты работаешь охранником, или сторожем, или там каменщиком, малером, тем угодно. От 9 утра до 6 вечера ты должен выполнять эту работу. Все. И вот он дальше выходит он из всего этого. И что ему в жизни делать? Им начинают управлять только его желания. Хочу, боюсь. Хочу, боюсь. Хочу, боюсь. Все. Что такое правильно, неправильно, хорошо, плохо, он не знает. Теперь вдруг у него появляется, кто-то ему говорит, на улице его поймали, и ему говорят, вы знаете, а давайте поговорим с вами о Боге. Он говорит, какой Бог? Что за Бог? Бог, создатель неба и земли, создатель мироздания, который и начинает ему рассказывать эту всю историю. Он услышал, услышал он эту историю, ему посоветовали портал Ваикра, посмотрел он портал Ваикра, и он начинает узнавать, что есть некое описание мира, в котором у него есть душа, в котором есть Бог, создатель мира, есть у него после смерти некий суд, как он жил, выполнял он, правило Бога или не выполнял, выполнял он то, что называется добро, и удалялся ли он от зла. То есть он начинает все это узнавать, и у него появляется выбор, свобода выбора. Или идти и принять идеологию божественную, вот это добро, это зло, решает, то есть ты как бы хочешь, но окончательное решение от Бога, то есть ты молишься и ты просишь, ну то есть есть некий религиозный взгляд на мир. У человека внутри начинается борьба между его желаниями и инстинктами, а его желания и инстинкты ему говорят, делай только то, что тебе в кайф, то, что тебе не в кайф, то, что тебе не в удовольствие, не делай, но если тебя заставляют делать то, что тебе не в удовольствие, если тебе страшно и от этого тебя накажут, делай. Все, вот обычный человек, он управляется вот этими удовольствия, страдания, А человек Торы, он должен управляться Торой То есть это знание от Бога, что такое хорошо, что такое плохо И оно так сделано, что оно входит в противоречие Потому что по Торе то ты можешь есть, а это ты не можешь есть Тут ты должен работать, а в шаббат ты не должен ехать на машине на пляж Тут ты хочешь человеку прямо сказать ему пару плохих слов А Тора тебе говорит, нет, это лошонара, это злоязычие То есть даже если это правда, ты не можешь Сплетничать не можешь, злоязычие не можешь Воровать не можешь, ну и так далее И что ты сидишь и думаешь Так, секундочку, ну вот этот человек, он же плохой Вот и я могу у него там деньги забрать Нельзя, почему нельзя, Бог запретил Ну как, ну никто же не видит, он не видит, никто не видит Почему нельзя деньги взять, вот деньги, а человек плохой Я деньги взял себе, я человек хороший же, все, все отлично И никто не видел Бог говорит, нельзя И ты сидишь и думаешь, так, секундочку Если правда, что Бог все видит, ну и законы его работают Значит, я сейчас возьму деньги, а потом я потеряю больше И человек сидит и думает, есть Бог, нет Бога Сумма увеличивается Он думает, ну если я один раз возьму, не страшно же Что там Бог, он может отвернулся, он может не знает И так далее То есть человек у себя в голове дает разрешение себе сделать то, что хочет Теперь говорит нам царь Соломон в 13 отрывке 8 главы Что страх перед Богом ненавидит зло Теперь, что может остановить человека от того, чтобы сделать то, что ему приятно То, что ему нравится, то, что он хочет Его может остановить от этого только страх Страх, наказание Страх сильнее, чем желание И только страх может его остановить Понятно, да? Теперь нам понятно, что имел в виду царь Соломон, который говорил Страх перед Богом ненавидит зло То есть тогда вот это отторжение от запрещенных действий, которые Бог назвал злом Становится сильнее, чем желание их выполнить и желание получить удовольствие То есть я боюсь Бога Страх это сильная эмоция Она сильнее, чем желание получить удовольствие И в этот момент, вот смотрите, как человек, который пачка сигарет И он каждый раз берет пачку сигарет Написано на пачке, курение убивает И он думает, но он даже не думает Он привык уже получать от сигарет удовольствие Ему вот это сейчас я получу удовольствие Он даже не обдумывает рационально Он не может Иногда он задумывается Но чаще он просто видит эту надпись Но его страх умереть не пугает Он себе объяснил Да не страшно, но все равно умру Раньше, позже Он как-то себе это рационализировал Но вот это вот желание получить удовольствие Страх заболеть и умереть У него страх слабее Но в какой-то момент Я запомнил когда-то такую историю Что один человек, у него родилась дочка И тут ему его пятилетняя дочка Которая видит, как он тянется к сигарете Она ему говорит Папа, я так не хочу быть на твоих похоронах Я так не хочу, чтобы ты умер Я хочу, чтобы ты был на моей свадьбе И тут он испугался Он взялся, у него внутри картинка Что его не будет, дочка, там это И тогда у него страх Победил желание Он вытянул пачку и ей пообещал Что больше никогда не буду курить И страх обмануть ребенка Страх, ну и так далее Страх оказался сильнее, чем желание получить удовольствие А через какое-то время Его тело привыкло И он запрограммировал на уровень уже автоматизма Что он может не курить Теперь вот здесь нам объясняет царь Соломон В 13-м отрывке Что является вот этим стержнем Который отличает по-настоящему религиозного человека Который подчинил служению Богу свою жизнь Отличает вот этого человека Во-первых, страх перед Богом Мы учили Решит, Даат и Раташем Начало познания, страх перед Богом Хохма у мусар, эвелим базу Значит, хохма это божественная мудрость И мусар это система управления собой Эвелим, эвелим это стептики Они пренебрегают этим Они стептики, они говорят А может неправда А может Бог не видит А может он вообще нет у Бога То есть вот это А может, эвиль это грешник улай От слова улай, стептик Он все подвергает сомнению И он говорит, ну и все Если все сомнительно А что не сомнительно Мои желания Вот это бесспорно Я точно знаю, что я хочу И точно знаю, что я не хочу Как Лобковский вот этот вот Есть психолог Лобковский Он говорит, делай, что ты хочешь Все, делай, что ты хочешь Будь как животное Животное же оно не думает О каких-то моральных принципах Животное делает то, что оно хочет Будь животным Говорит психолог Лобковский Продает там 100 тысяч книг Собирает залы Все отлично Но потом этот Лобковский Когда он жизнь-то проживет И в какой-то момент В какой-то момент Человек умирает Ему говорят Ну все, game over Закончено Ты прожил в пустоту Жил ты как животное И все Ну наслаждайся теперь Хотя Те люди, которые живут Как животное Подчиняясь своим желаниям У них У этих вот людей У них тоже жизнь непрекрасна Потому что тот, кто все время ест Все, что ему нравится Он часто умирает от ожирения Тот, кто спит С кем попало Он, скорее всего, остается один Или заболевает Спидом Там каким-нибудь Или другими венерическими заболеваниями То есть Вот тот, кто идет на поводу у желания Ему и здесь не так хорошо Потому что желание насытить невозможно Ты Кайфанул Получил удовольствие Тебе уже мало Еще 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 И так далее Теперь Значит Страх перед Богом Он вызывает у человека Ненависть ко злу Но есть еще У человека качество Которое Которое Оно отрицает Бога Говорят Есть такая фраза в Талмуде Что Бог Он не может быть в одном месте С гордецом Как Бог не может быть в одном месте С гордецом Что такое гордость Гордость это когда человек говорит Я Я красавчик Я все знаю Я в этом мире управляю Я все сделал Я Вот эта вот гордость И высокомерие То есть Я главный Оно вытесняет Бога Потому что Когда человек Про Маше Рабену Про Моисея Бог сказал Что Маше Анам Микол Адам Он самый скромный Из всех людей Что такое Вот эта гордость Относительно скромности Скромный человек говорит Это не я Это все Бог сделал С Божьей помощью Как Когда вызвал Иосифа фараон И говорит Я слышал Что ты разгадываешь сны А Иосиф говорит Нет Без меня Это Бог говорит Через меня Бог говорит Я вообще Меня здесь нет Говорится Про Маше Про царя Давида Про царя Давида Из Толмуде Тоже сравнение Кто был самый великий Да Из Про отцов И говорится так Что Царь Давид Он про себя говорил Кто я Говорит Я червь И не человек А не Толаа Вело Иш Царь Давид Который победил Всех царей вокруг Который был Просто там Голиафа Он Голиата этого Убил еще Когда он был подростком Вообще безоружным был Камнем его убил То есть он был Просто льва И тигра разрывал Никого не боялся Но он Царь Давид Говорил Кто я Говорит Я червяк А не человек То есть у него была Такая скромность То есть он понимал Что даже когда он шел На Голиата Он говорил Это не я на него иду Он Бога позорит Голиат Так я Говорит сейчас Через меня Бог и мой ответит То есть все Бог всесильный Я Червяк И не человек Но через меня Бог эту обезьяну Голиата Он его сразу Сейчас победит Значит Написано в Талмуде Дальше Что более Более скромный Чем он был Авраам Авраам Авину Про отец Авраам Он про себя Говорил Миани Он говорит Кто я Что мое я Вот это Эго Афар Ваэфер Я говорит Прах и пепел То есть он говорит Я Вот человек говорит Про себя Я А если взять Вот человека Самого Да Это 70% воды 30% таблица Менделеева И когда Сгорал человек Если не дай бог Там в печи То от него Оставалась Кучка пепла Вот такого Да Как крематория Или в земле Когда человек Пролежит 100 лет 200 То он тоже Превращается В прах И Авраам Авину Он говорит Кто я Говорит Я прах И пепел То есть Меня нет Вот это вот я Это виртуальная Структура Через которую Действует бог И которую Бог поддерживает То есть Как я могу сказать Я Я что-то делаю То есть Я просто Голограмма Говорил про себя Современным языком Авраам Авину Но он говорил Это в то время Кто я Прах И пепел Афар Ваэфер Дальше В Талмуде Написано И больше всех Самый великий Был Машер Абейну Когда пришли люди И говорят Вот ты нас вывел Из Египта Там мы не туда пришли Начали жаловаться Он говорит Вынахнума Он говорит А нас нет Он говорит Что мы Нас вообще нет Чего вы на меня жалуетесь Я только проводник Это бог вас вывел Бог вас вспомнил Бог вас ведет Бог вас обеспечивает Все бог Вы ко мне пришли Жаловаться Машер Абейну Говорит Меня нет Все Меня просто нет Он был Анаф Миколя Дам Самый скромный Всех людей Теперь Вернемся к этому отрывку Говорит Царь Соломон В 13 отрывке Страх перед богом Когда человек Осознает величие Создателя Который всем миром Управляет Который мироздание Создал Который Только на его Бога Как бы На его решении Скажем так Существует мир То есть просто мир Существует Мы привыкли О мир такой Смотри Все работает Вселенная летает Планеты летают Вот в этом вот Знаете Сейчас же ученые открыли Что внутри материи Внутри материи Пустота Что 99% Молекул И атомов Там Да Это пустота То есть это энергия Все там летает Летает А как оно летает Почему оно летает Почему оно по этим орбитам Летают эти Электроны вокруг Этого атомного ядра Ну все говорят Ну летает Ну вот так вот оно Просто летает А что же оно вдруг Просто летает Кто даже должен Это все Всю эту систему Держать Нет в мире Без энергии Нет в мире Без Как бы Структуры Ничего Так кто это все держит Вот это все Бог и держит И Когда человек Это осознает Тогда у него появляется Страх перед Богом Ненавидеть зло Гээвэгаон И тогда он начинает Ненавидеть Гордость И высокомерие Он говорит Кто человек в этом мире Человек в этом мире Пушинка Былинка Мимолетная Какая-то вообще Искорка Который Сейчас в мире 7 миллиардов 800 миллионов Человек Кто это вообще Как может Человек сказать Я что-то сделал И вот через Мгновение По меркам вселенной Не будет Вообще не будет Никто не вспомнит Это то что говорит То какой мысли Приходит человек Который осознал Величие Бога Он начинает Ненавидеть зло То что Бог назвал Злом Ненавидеть гордость И высокомерие Ненавидеть Путь зла Потому что Уже вот те люди Которые гордецы И высокомерные Они проложили уже Пути зла И мир двигается В основном К сожалению Не по божественным Вот этим вот дорогам Так плюс-минус Там где-то Выруливает Постоянно В сторону добра Но в общем-то Глобально Мир не управляется Сейчас Вот этой вот Духовностью То есть мир идет По Больше в сторону Удовлетворения Животных И Животных инстинктов У Пита Апухот Такой человек Ненавидит Санесси Что такое Пита Апухот С экранов С телевизоров С книг Постоянно Вещают люди Которые Рассказывают Все что угодно Только не о величии Создателя И не о том Что смысл жизни человека Это соединиться С Богом И все это называется Арты Которые извращают Идет Постоянная истерика Вот во всех Сейчас все СМИ Все газеты Вы знаете Коронавирус Все Вообще везде Коронавирус Умерло 400 человек Умерло За вчера умерло 200 тысяч человек Чего вы не удивляетесь 200 тысяч в день Умирает 200 миллионов за год Представьте За год умирает 200 миллионов человек Из них там Наверное Половина Меньше 70 лет И А есть Я не помню цифры По моему 5 миллионов детей В год умирает При рождении 5 миллионов в год При рождении умирает Ну 400 человек умерло От коронавируса Во всем мире Весь мир Только об этом и говорит Лучше подумайте о том Что с ними дальше Это будет После смерти Как они Они жили Они выполняли заповеди Бога Не выполняли Добро они делали Или нет Про это все молчат В общем На этом мы сегодня остановимся На этом мы сегодня остановимся Потому что Это такой вот Очень важный Такой Ну можно сказать Можно сказать Это Основополагающий Подход к жизни Когда Если есть страх перед Богом Это как стержень На который Все может наложиться Знание Торы Выполнение заповедей Духовная жизнь Добро Если нет страха Перед Богом Тогда Никакие интеллектуальные Идеи Они человека Не сделают Ни добрым Ни честным Мы видели Как Миллионы людей Буквально Несколько Там Десятков лет назад Вторая мировая война Больше ста миллионов Убитых Люди просто Превращались в животных Уничтожали Сжигали друг друга Детей живыми Закапывали Да Те люди Которые считались людьми Почему они это делали Нет страха перед Богом Все дорогие друзья Так что давайте Вырабатывать у себя Страх перед Богом И на него потом Оденется добро Любовь И все остальное Ну Нету страха Человека ничего не остановит В любой момент Где его желание Пойдет В противоречие С его Идеей Как пачка сигарет Да Вызывает смерть Хочу курить Большинство курят Все Удачи Успехов Всем хорошего дня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok